Международное сообщество совершает стратегическую ошибку, позволив Тегерану получить немедленный доступ к замороженным ранее активам в западных банках. Стремление иметь в своих руках ядерное оружие у иранского руководства никуда не исчезло, а нынешнее поведение режима АТОЛ является лишь тактическим шагом. Эти слова были сказаны премьер-министром Бениамином Нетаньягу в воскресенье на еженедельном заседании правительства. В Иерусалиме полагают, что прибылью полученная от продажи нефти иранское руководство охотно поделится со своими союзниками на Ближнем Востоке, прежде всего с боевиками группировки Хизбалла. Впрочем, эти доводы израильской стороны таки остались неуслышанными в Белом доме. Теперь в Израиле задаются непростыми вопросами, а правильно ли делал Бениамин Нетаньягу, когда плыл постоянно против течения? И правильно ли он поступает сегодня, когда вода уже по горло и захлебнуться можно в любой момент? Ответ на этот вопрос мы попробуем найти сегодня в нашей программе. Почему израильские поселенцы, несмотря на тяжелые теракты, отказываются от забора безопасности? Специальный репортаж Сергея Услендера. Хороший палестинец, сытый палестинец. Мэр Ариэля призывает не запрещать арабам работать с евреями. Отмена санкций против Исламской республики. Победа иранская или провал израильской дипломатии? Как в Иерусалиме реагируют на новую реальность на Ближнем Востоке? В Израиле задержана банда, вымогавшая деньги у пенсионеров. Как работала преступная схема и как не оказаться жертвой мошенников? Командование израильской армии рассматривает вариант массированного ввода войск и тяжелой техники на палестинские территории. Такие предложения могут лечь на стол главы правительства уже в ближайшие дни. Впрочем, произойдет это только в том случае, если палестинцы не прекратят нынешнюю волну террора. А если судить по событиям минувшей недели, это еще не скоро наступит. Дафна Мейер, жительница поселения Тнель, была зверски убита у входа в собственный дом минувшее воскресенье. О том, как спецслужбы искали убийцу и как непросто поселенцам в эти дни репортаж Сергея Услендера. Скрывался он недолго. Через несколько дней после теракта бойцы элитного подразделения спецназа «Дуфдыван» схватили 15-летнего Мурада Адаеса, убийцу Дафны Мейер. Из видео, опубликованного армейской пресс-службой, видно, что командос окружают дом, пробираются внутрь и арестовывают террориста прямо в постели посреди ночи. Дафна Мейер погибла на глазах у детей, спасая их ценой своей жизни. Террорист испугался сопротивления, оказанного ему безоружной женщиной, и скрылся. На кладбище в Отнеэле теперь появилась свежая могила очередной жертвы террора. Два дня поселение было закрытой военной зоной. Сотни солдат, бронемашины. Жителям рекомендовали носить с собой оружие везде и всегда. В поселении Тко, где теракт случился на следующий день после Отнеэльского, непривычно тихо. Промзона пустует, всех арабских рабочих выдворили минимум до конца недели. Но это ведь не гарантирует того, что террористы снова не повторят такую попытку. И в этом, наверное, состоит главная проблема. Что мы постоянно реагируем на то, что предпринимает враждебная сторона, со своей стороны не предпринимая никаких серьезных шагов для того, чтобы изменить ситуацию кардинально. Шлома живет в Тко уже много лет. Здесь выросли его дети. Он свидетель всех этих долгозрочных и страшных изменений, постепенно происходивших на западном берегу. Тех самых, которые и привели к началу нынешней интифады ножей, захлестнувшей уже всю страну. Именно поэтому сегодня, на мой взгляд, просто глупо делить Израиль на поселение и не поселение в зеленую черту, фиолетовую черту. Это проблема общегосударственного национального масштаба. И решаться она должна на самом высоком уровне. На самом высоком уровне пытались. Вот Нель, например, приехал даже премьер-министр. Встречался с армейскими чинами, разумеется, и с семьей погибшей. Я встретил замечательную семью, обладающую огромной духовной силой. Настоящих сионистов и патриотов. Дети потеряли замечательную мать, муж, супругу. Дафна действительно была особенным человеком. Ее вдовец Натан и дети, оставшиеся без матери, попросили меня только об одном – укреплять и развивать Израиль. Премьер-министр предложил поселенцам возвести забор вокруг Атниеля, но они совершенно неожиданно отказались. Требуют более совершенную электронную систему безопасности. Мол, живем во вражеском окружении, заборы тут не помогут. Проник же как-то террорист в Ткоа впервые за 30 лет. Сколько бы ни говорили, что во время нынешней интифады в Израиле не осталось безопасных мест, но ее передовая все-таки проходит именно здесь, в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. Только тут и понимаешь, в какой узел, в какой чудовищный узел переплелся этот конфликт. Вот еврейское поселение Ткоа, красные крыши – это его дома. Рукой подать до ближайшей арабской деревни, чуть слева снова еврейское поселение, за ним опять арабская деревня, и вот такая через полосица здесь, сплошь и рядом. Михаил Нудлер живет в поселении больше 30 лет. Одно время был главой административного совета, что-то вроде мэра. Построил дом, который несколько раз перестраивал из-за растущей семьи. Палестинский террор все эти годы был его спутником. Привыкли, вроде страшное слово, но Михаил произносит его спокойно. Они здесь действительно привыкли. Такие периоды у нас возникают постоянно. И бывает хуже, бывает лучше. Значит, когда взрывались автобусы, и за день погибало 30-40 человек, то было хуже. Сейчас за 3-4 месяца террора 29 убитых, где-то около 300 раненых. Мы к этому привыкли. Не то, что мы, я с этим согласен, но никаких серьезных изменений в нашей жизни это не вызвало. Это действительно так. Еще километр забора, еще сотня другая разрешений на оружие, еще теракты, убитые израильтяне, ликвидированные или арестованные террористы. В шахматах в таких случаях говорят, нет дебютного решения, нет какой-то определенной, пусть и очень долгой перспективы. Террор становится частью жизни, но частью жизни жителей Тель-Авива. Для жителей западного берега ничего особо не меняется. Террор в их жизни был всегда. Сергей Услендер специально для Израиль за неделю. После терактов в поселениях от нее Литко, армейское командование ввело новые правила для палестинцев, имеющих разрешение на работу. Отныне въезжать на территорию поселений израильских промышленных зон смогут лишь палестинцы старше 25 лет. Насколько эти меры правильны и помогут ли они обеспечить безопасность жителям Иудеи и Самарии, мы обсуждаем с мэром города Риэль, подполковником Запаса Эли Швира. Господин Швира, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Вам и вашим зрителям. Эли, непростая обстановка, в том числе в районе вашего города. Вы, как мэр Ариэля, как бывший военный, как вы оцениваете ситуацию в Иудее и Самарии? Вне всякого сомнения, это очень непростая проблемная ситуация. И она существует на всей территории страны. Это террор одиночек, которые отправляются убивать на свой страх. Это террор детей, которым промыли мозги в интернете. Эта опасность существует во всех городах и районах Израиля. И чтобы решить ее, мы должны предпринять новые меры, которые отличаются от тех, что принимали до сегодняшнего дня. При этом всем должно быть ясно, что этот террор не сможет победить нас. Мы должны и дальше быть сильными. Тогда никому не удастся поставить нас на колени. Эли, в подобном духе говорит министр внутренней безопасности. Премьер-министр, я так понимаю, что это же вы говорите жителям вашего города, но они просто хотят утром поехать на работу, вернуться живыми и невредимыми домой. Им не нужны эти лозунги «Мы победим террор». Вне всякого сомнения, мы народные избранники должны говорить об этом открыто. У нас сейчас очень сложный период. Силы безопасности должны найти варианты решения проблемы. Я думаю, в итоге они будут найдены. Нужно положить конец подстрекательской пропаганде в социальных сетях, нейтрализовать террористов и их пособников. И, что не менее важно, добиться разрядки напряженности на территориях. Нужно добиться изменений в сознании наших противников, чтобы они поняли, что никакие теракты не окажут влияния на нашу политику. Никакие нападения не заставят нас отступить. Наша страна продолжит существовать, несмотря на любые испытания. Эли, когда началась нынешняя волна террора, некоторые из ваших коллег, мэров других городов, например, запретили арабам и палестинцам работать на строительных площадках вблизи детских садов, школ и так далее. У вас, как мэра города, есть полномочия делать подобные запреты? Прежде всего, нужно позволить силовым структурам, полиции, армии, шабаку делать свою работу. Я полностью полагаюсь на них. Граждане не должны заменять правоохранительные органы. Более того, я думаю, что не нужно запрещать въезд в поселение палестинским рабочим. Я считаю, что нужно позволить им и дальше трудиться в наших промзонах и на территориях. Только в нашем районе, возле Ариэля, работают 3000 палестинцев. То есть на их зарплаты живут 3000 семей. Когда ты закрываешь промышленную зону для них, ты наносишь гигантский ущерб, прежде всего палестинским семьям. Это, в свою очередь, приводит к росту радикализма и может привести к еще большему количеству терактов. В то же время я понимаю страхи и опасения местных жителей. Однако мы не должны идти на поводу у кучки экстремистов, которые хотят того, чтобы израильтяне опустили руки и стали бы запираться от страха перед террористами в своих домах. Нет, действовать нужно совершенно иначе. На базе двустороннего сотрудничества. То есть такие идеи рассматривались и вы, я как правильно понимаю, против запрета на работу палестинцам? Безусловно, часть жителей выступает за то, чтобы закрыть для них въезд, отнять у палестинцев разрешение на работу. Кстати, некоторые идут еще дальше и предлагают запретить палестинцам работать не только в Иудее и Самарии, но и в пределах зеленой черты. Однако, я вновь повторяю, подобный запрет принесет намного больше вреда, нежели пользы. Или еще один вопрос, который я не могу не задать на этой неделе. ЕС фактически вас отделил от государства Израиля и заявил, что поселенцы вне закона. Вы живете за зеленой чертой. Как вы ощущаете такое решение Евросоюза? Это из той серии глупых решений, которые бьют по палестинцам в первую очередь и только потом затрагивают и нас. Я уже сказал, что только у нас в нашей промзоне работают 3000 палестинцев. И запрет на экспорт нанесет самый большой удар именно по палестинцам. Я верю в то, что наше государство сделает все возможное, чтобы нейтрализовать негативный эффект от подобных решений. Я уверен, что и здесь также никто не сможет победить нас. Мы сильный народ. Мы продолжим развивать и развиваться. Мы будем и дальше строить заводы, производить и экспортировать продукцию. Это то, чего мы хотим, и так оно и будет. Эли Швиро, мэр города Ариэль, большое вам спасибо. Спасибо вам большое. После короткого перерыва. Успех иранской или провал израильской дипломатии? Как Израиль намерен реагировать на снятие санкций с Исламской Республики?